В один прекрасный день я проснулась от страшного сна, как будто на меня что-то наваливается, идет. Проснулась, вышла на улицу, смотрю, по посевам кукурузы идет волна и дымка сверху, и шум такой. Я спрашиваю, что такое? Бежит соседка. Вода, спасайтесь, вода идет. Лариса Венгрыжиновская проживает в селе Глиноя по улице Синько, практически у реки, сразу за дамбой. Она рассказывает, поводок 2008 года – это уже второе наводнение, которое они с мужем пережили. Первое было в 80-х годах прошлого века. Но если тогда вода всего лишь дошла до ступени крыльца, то в 2008-м разбушевавшаяся стихия залила не только подвал, но и первый этаж. Муж достал лодку и на лодке подплыл к окну второго этажа дома. И оттуда стали выносить мы вещи на лодку. И по лодке мы прямо до дороги, до дамбы, где там кончалась вода. Чтобы избежать повторения природного катаклизма, с 2009 по 2011 годы в республике проводилась программа по укреплению дамб. Специалисты отмечают общепротяженность заградительных сооружений вдоль Днестра и Турунчука – около 300 километров. На восстановительные работы было направлено 20 миллионов рублей. Причем половина этой суммы досталась Слободзейскому району. Но этих средств хватило только на то, чтобы залатать наиболее острые места, подчеркивают в Минсельхозе. Плавные села Бутеры, Токмазея, там требуется еще строительство отсечной дамбы. По Слободзее необходимо от бычка усилить дамбы тоже. Там угрозы затопления населения нет. Но в дорогостоящих плавных угодиях сельхозяйственных, там более 200 гектар попадают под затопление, если не выполнить эти работы. Жители подтопленных сел, таких как Глиноя, Паркан и Меренешты, вспоминают. Уровень воды поднимался до 10 метров. Некогда спокойный Днестр своим течением подмывал деревья, разрушал дамбы, заходил на садово-огородные участки и во дворы. Во время паводка пострадали не только жилые дома, но и сельхозугодия. К примеру, вот это вот поле, вместимостью около сотни гектаров, было полностью под водой. И такое поле не единственное. По предварительным подсчетам, под водой оказались десятки тысяч гектаров плодородной земли. Специалисты отмечают, угроза подтопления существует всегда. Поэтому они постоянно держат связь с полотинами Дубосарской и Новоднестровской ГРЭС, а также гидрометеоцентром. В этом году именно по горам Карпат, где начало река Днестр, снега не так было обильно, как в другие годы. Но таяние карпатских снегов не единственная опасность. Куда большую тревогу вызывают продолжительные дожди, говорят в Минсельхозе. Регулярный мониторинг дам показал, несмотря на то, что самые опасные участки дам были устранены, еще остается порядка ста километров заградительных сооружений, требующих себе повышенного внимания. Определены по очередности самых, как говорится, аварийных, потом более-менее терпящих. И в конце просто будет охватена дамба, которая просто текущий ремонт. Это профилирование. Все эти дамбы были включены в план ремонта первоочередных объектов. По словам представителя Министерства сельского хозяйства, данный проект был направлен на рассмотрение правительства и Минфин. После его утверждения и выделения средств, специалисты смогут приступить к восстановительным работам. Они должны помочь избежать повторения событий 2008 года.